9 часов 13 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы, будем обсуждать самое важное событие, которое происходит и у нас в стране, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылочке, присоединяясь к нашему стриму. Он уже начался. Ну и, конечно же, слушайте нас на сайте alpharadio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, советник-посланник посольства Беларуси в Российской Федерации Александр Шпаковский. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Рады вас видеть. Ждали и наши слушатели, и те, кто нас смотрит, ваше появление в эфире. Ну что, начнем с темы, которая так активно начинает и продолжает обсуждаться в средствах массовой информации. Это, конечно же, ситуация на Ближнем Востоке. Что происходит на данном этапе, на ваш взгляд? Возможно ли эскалация конфликта? Потому что уже, ну, скажем так, многие эксперты прогнозируют, да и политики уже, скажем так, делают достаточно громкие заявления. Возможно ли эскалация конфликта, и кому это выгодно, и выгодно ли? Ну, скажу так, что появление в вашей программе, общение с нашими зрителями и слушателями, это всегда приятно с вами также. Поэтому эти чувства взаимны. Спасибо, Александр. А что касается ситуации на Ближнем Востоке, ну, конфликт и так находится в достаточно глубокой стадии. Это один из эпицентров напряженности в современном мире, хотя на планете наблюдается более 180 вооруженных конфликтов. Наверное, это результат стремления к однополярной гегемонии Соединенных Штатов Америки. Это их мир, основанный на непонятно каких правилах, или эти правила настолько, скажем так, настолько эластичны, что их нарушают все, кому не лени, в первую очередь, те, кто и берет на себя функцию написания этих правил и контроля за их соблюдением. Поэтому конфликт на Ближнем Востоке, это, конечно, боль, головная боль международного сообщества, по крайней мере, тех людей доброй воли, которые хотели бы видеть нашу планету не как постоянно тлеющий и время от времени вспыхивающий костер, а как место для стабильной жизни, человеческого прогресса, комфортного развития человечества, то, что позволяет нам двигаться вперед, а не, наоборот, деградировать и возвращаться к средневековым временам, когда хому-хому мини-слупус ест, то есть человек-человеку-волк, и убийства людей, войны становятся обыденным явлением. К сожалению, пока, увы, мы ближе ко второму варианту развития событий, нежели к мечтам фантастов, прогрессистов о совместном покорении космоса, например. Поэтому Ближневосточный театр боевых действий был и остается точкой напряжения. С октября прошлого года произошла эскалация конфликта. С тех пор мы видим, к слову, к чести Исламской Республики Иран, довольно осторожную, сдержанную позицию Тегерана. И вместе с тем отмечаем, что постоянно определенные силы стремятся спровоцировать Иран на жесткие ответы на развязывание полномасштабной войны. Вот вспомним и недавнее убийство лидера группировки Хамас на инаугурации президента Ирана и нападение на дипломатические учреждения Исламской Республики Иран. На наш взгляд, совершенно недопустимо. Я уже неоднократно говорил о том, что Республика Беларусь ни в коем случае не поддерживает. Более того, мы осуждаем, категорически осуждаем террористические методы как способ достижения политических целей. Какими бы, скажем так, благими лозунгами и светлыми не оправдывались бы акты терроризма. Будь то борьба за свободу, независимость, религию и так далее. Это недопустимо. Вместе с тем мы решительно осуждаем неизбирательное применение силы, а уж тем более нанесение военных ударов по дипломатическим учреждениям, которые охраняются в Венской конвенции, являются неприкосновенными. Я бы хотел сказать, что даже в годы Великой Отечественной войны противоборствующие стороны, особенно те, кто выступал со стороны зла, гитлеровские нацисты, даже они себе подобного рода действий не позволяли. Поэтому видим, отмечаем стремление к нагнетанию напряженности. Зачем это надо и кому это выгодно, здесь следует искать ответы, наверное, в оценке политической ситуации в тех странах, которые являются и выступают, скажем так, субъектами эскалации. Процессы в их политической верхушке необходимо оценивать в первую очередь, ну и, конечно же, не обходится здесь и без глобального гегемона. Безусловно, там существует в политико-формирующих кругах партия, скажем так, группа в эстеблишменте, тесно связанная с военно-промышленным комплексом, являющаяся бенефициаром военно-промышленного комплекса, которая заинтересована в разжигании конфликтности. Обратите внимание, если мы переместим фокус нашего зрения с Ближнего Востока на украинский театр боевых действий, вторая война даже более значимая на сегодняшний день, чем Ближневосточный театр, то мы увидим, что как только начались некие переговоры о возможной заморозке конфликта, да, была проведена эта бутафорская конференция, мирная конференция в Швейцарии, в преддверии этого мероприятия Владимир Путин, российский президент, задал параметры, при которых Россия согласна сесть за стол переговоров. То есть пошли такие. Да, китайский план, вояжи Орбана, которые мы можем оценивать исключительно положительно, потому что действительно высокие дипломатические качества продемонстрировал венгерский премьер-министр, посетив Киев, Москву, Пекин и навестив экс-президента и кандидата в президент США Дональда Трампа во Флориде. Те же заявления Трампа, да, о том, что он за один день закончит эту войну. Мы по-разному, вернее, не по-разному, а мы весьма скептически относимся к тем параметрам мирного урегулирования, которые были озвучены Трампом и его сторонниками, но мы понимаем, что карты на столе. Есть наши планы, есть их, да, по крайней мере, это основа для некого разговора. Ну, и, конечно же, действия президента Лукашенко по деэскалации ситуации на белорусско-украинской границе, потому что мы в первую очередь руководствуемся, конечно, нашими национальными интересами. Война находится вне национальных интересов Беларуси. Мы сделаем все возможное политически, дипломатически, военным путем, по линии спецслужб для того, чтобы не допустить втягивания нашей страны в пространство вооруженного конфликта. Так вот, вся эта совокупность действий указывала на то, что, по крайней мере, в воздухе начало витать какими-то договоренностями. Что произошло потом? Произошло покушение на президента США Дональда Трампа. В счастливой случайности не был убит. Очень много странных обстоятельств. На, прошу прощения, на президента, на кандидата в президенте США, бывшего президента, охраняемого секретной службой по их законодательству. По закону на охраняемое лицо, как осуществлялась эта охрана, это уже другой вопрос. Они попытались убить какие-то силы кандидатов в президент США. Ведущего мирового политика, по счастливой случайности, не погиб. Что происходит дальше? Мы видим эскалацию, бессмысленный совершенно бросок украинских вооруженных сил на Курскую область. Опять-таки, неизбирательное применение силы, уничтожение гражданского населения, удары по гражданской инфраструктуре, населенным пунктам, АЗС, автозаправочным станциям. У меня нет сомнений, что российские вооруженные силы наведут конституционный порядок. Значит, выгонят оттуда вот эти бандформирования. Но, однако, понятно, что наряду с поставкой Украине истребителей F-16, которая давно обсуждалась и ожидалась, все это к миру нас не приближает. То есть партия войны пытается вернуть утраченные позиции на прямом этапе. То есть было заметно, что их сильно потеснили. И вот сейчас они раскручивают эту спираль. Сюда же следует относить убийство Хания в Иране, что должно спровоцировать арабский мир, Иран, значит, его союзников на применение силы в отношении Израиля. По Израилю же есть еще большой вопрос относительно наличия в этой стране ядерного оружия. Я, если бы, ну, не буду ни подтверждать, ни опровергать, но такая версия существует. Чем это все может закончиться? Совершенно тоже понятно. То есть те круги глобалистские, которые заинтересованы в погружении планеты в определенного рода хаос, которые на этом зарабатывают, они сейчас выбросили свою карту. Ну что ж, спасибо огромное. Кстати, вот то, что касается, опять же, ситуации от оценки, разные оценки одних и тех же, допустим, действий. Вот сейчас действительно реакция США на то, что произошло в Курской области. Вот, на ваш взгляд, почему она такая однобокая? Ну, мы же понимаем, опять-таки, что, да, мы же здесь, кстати, в этом ряду, я прошу прощения, предваряя ответ на ваш вопрос, еще забыли, значит, оценить ситуацию с выборами в Венесуэле. Классическая попытка цветной революции. Вот, об этом говорят наши источники, такая наша точка зрения, об этом говорят наши венесуэльские друзья. Значит, попытка спровоцировать массовые беспорядки, привлечения криминалитета, вооруженных бандформирований, колумбийских наркокартелей к свержению законной власти в Венесуэле. Вот, опять, значит, достали вот эти вот методички, да, о том, что выборы в том или ином государстве якобы прошли нечестно. Американцы лучше же знают, как выборы проводить в Вашингтоне, находясь, нежели те люди, которые уполномочены считать голоса в Каракасе, да. Ну, Каракас-то не так далеко от Вашингтона, Минск подальше, но, тем не менее, вот и в Минске же они лучше знали, и где угодно, и в Непидо, да, там, в Миянме где-нибудь они тоже лучше знают. Кстати, тоже один из аспектов. То есть, если мы вот посмотрим глобально на карту, мы увидим, что нагнетается напряженность. Вот, та, значит, те заправилы, которые сейчас в Вашингтоне, те, кто сначала вот выталкивал на аванс сцену Джозефа Байдена, стремительно дряхлеющего человека, вот, пытались спрятаться за его спиной, вот, и продолжать вершить свои делишки, пока президент США будет находиться в том состоянии, в котором он сейчас пребывает, очевидно, совершенно, что есть проблемы со здоровьем, есть проблемы с мировосприятием, с пониманием действительности, ну, есть вообще вопросы относительно правоспособности, дееспособности, да, и вот за его спиной они хотели дальше обкашливать, вот, свои весьма-весьма неприглядные сделки, вот, и в этой ситуации, поэтому такая позиция занята и по Курской области. Она занимается, она сформирована исключительно исходя из того, что на воре и шапка горит. То есть, они же являются, наверное, с большой долей вероятности, застрельщиками вот этих мероприятий Украины. На самом деле, ну, только наивные люди могут предполагать, что в ответ на, значит, попытки американской военной верхушки связаться с украинскими коллегами, вот, в Киеве кто-то там отказывается с американцами общаться. Это просто не может быть хотя бы потому, что украинская государственность более чем на 80% зависит от внешних дотаций. То есть, 80% там пенсии, зарплат в Украине выплачиваются внешними донорами, не говоря уже о функционировании военной организации вооруженных сил Украины. Поэтому, конечно же, трубка там снимается моментально, там еще телефон не успевает зазвонить, а уже, я думаю, вытянувшись по стойке смирно, стоят соответствующие должностные лица. Ну, и здесь такой цинизм определенный, вот, когда вот за, значит, техникой и военнослужащими в СССР маячат совершенно конкретное ЦРУшное мурло. Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема, эту перерыву успеем обсудить. Литва закупила правила на границу с Российской Федерацией Белоруссию «Противотанковые ежи и зубы дракона». Об этом вот вчера, 7 августа, заявил министр обороны республики. Вот к чему Литва постоянно готовится? Почему готовится к какому-то военному столкновению и, опять же, нагнетает ситуацию? Чем бы дитя не тешилось, вот, а бы не крали, да? Но в данном случае это не про Литву. Почему? Потому что Литва не только готовится к неким оборонительным действиям в отношении Белоруссии. Литва активно вооружается. Литва призывает на свою территорию иностранных военных. Будет в ближайшее время уже разворачивается немецкая бригада, там численностью 5000 человек. Милитаризация Литвы идет полным ходом. Отношение к белорусам весьма агрессивное. Значит, принимаются меры к блокированию государственной границы, к запрету въезда автомобилей с белорусскими номерами. Причем страдают от этого в том числе те беглые, которые в прямом смысле прокляли и продали родину. Вот, и были готовы, значит, поступить в услужение к литовским правительственным структурам. Вот, тем не менее, они тоже дискриминируются просто потому, что являются носителями белорусского гражданства или даже белорусской национальности. Что касается непосредственно оценок этих процессов, ну, хотелось бы отметить, что литовская экономика стагнирует уже несколько лет подряд. В прошлом году падение ВВП Литвы, если мне не изменяет память, составило 0,3%. Инфляция порядка 10%. В этих условиях вместо решения проблем населения, они там существуют, проблемы с бедностью, с состоянием гражданской социальной инфраструктуры, огромное количество литовцев мигрирует за рубеж. Это я не к тому, что у нас все хорошо, да? Это я к тому, что надо давать объективную оценку ситуации у нас, и там огромное количество проблем. Вот, и вместо решения этих внутренних вопросов правительства в первую очередь выделяет деньги на строительство неких оборонительных сооружений. Ну, совершенно очевидно, и это на самом деле все знают. Вот я не знаю, как там литовцы, у нас мало каналов коммуникации с ними, опять-таки, в большей степени по их вине. Но на самом деле я бы сказал, что многие западные дипломаты уже вернулись в Республику Беларусь, работают здесь, общаются с представителями Министерства иностранных дел, других государственных органов нашей страны. Все знают, что Беларусь ни с кем воевать не собирается. Президент давным-давно совершенно четко обозначил, в каких случаях вот в этой глобальной заварушке мы будем принимать участие. Если на нас нападут или если нападут на наших союзников. Причем, подчеркну, если речь идет о наших союзниках, то необходимо понимать, что нападут, это значит, будет официально объявлено состояние войны. Не неких локальных малопонятных конфликтов, да, с той юридической точки зрения, а состояние войны. Но вот в этих случаях мы будем защищать наше общее отечество. Вот. Либо выполнять взятые на себя международные обязательства. А в иных случаях мы ни на кого нападать не собираемся. Я всем вам говорю, считайте Конституцию Республики Беларусь. Там прямо четко, черным по белому прописан миролюбивый характер белорусской внешней политики. Вместе с тем есть другие нормативные акты, например, военная доктрина, где также черным по белому прописано, что мы будем защищать нашу Родину, безопасность наших людей всеми имеющимися силами и средствами, в том числе с применением полученного нами в распоряжение тактического ядерного оружия. Вот. По согласованию с нашими российскими великими братьями. Вот. Поэтому вот такая вот ситуация. В этой обстановке тратятся деньги на какие-то зубья, колья. Вот. Вспоминается история, как строили заборы на нашей границе. Поляки, латыши, литовцы. Потом возникало большое количество коррупционных скандалов в этой связи. Не хочется, конечно, думать, но мы можем предполагать, что есть некая личная материальная заинтересованность тех ответственных должностных лиц, которые, во-первых, раскачивают тему, не существующую белорусской угрозой средствами массовой информации для того, чтобы убедить общество, создать у него ложные впечатления. А, во-вторых, освоить бюджетные средства, зачастую кредитные. Страна-то в долг живет, на самом деле. Если говорить честно. Это факт. Вот. Освоить кредитные денежные средства на, значит, непригодные цели, которые достаточно сложно поддаются контролю. Сколько там этих зубьев, да? То есть мы понимаем, что стройка, любое строительство, в том числе фортификационных сооружений, это очень благоприятная почва для коррупции. Потому что достаточно сложно контролировать этот процесс, особенно если нет желания его контролировать. Особенно если контролеры в доле и так далее. И так далее, это точно. Спасибо огромное. Приверемся буквально на несколько минут в нашем эфире, в эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей, прогноз погоды, а дальше снова вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. 9 часов 36 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Продолжаем здесь в этой студии обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напомню, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылочка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке. Смотрите нас, слушайте в эфире Альфа-Радио. До финала этого часа в гостях у нас сегодня Александр Шпаковский. Александр, вернемся к теме, которая касается нашей страны. Тема достаточно, на мой взгляд, глобальная. Это, конечно же, на данном этапе развития и сотрудничества Беларуси и Российской Федерации в энергетической сфере. Мы видим, что подходы действительно согласованы. Ведется такая достаточно серьезная работа. Уже подписаны определенные документы. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали то, что происходит. Ну и, конечно же, к чему ведет это сотрудничество в такой важной, одной из важных сфер жизнедеятельности государства. Я хочу сказать, что, как там Пласик говорил, то, о чем многие годы говорили большевики, свершилась. Эволюция, о которой многие годы говорили большевики. Но в данном случае позиция о создании единого энергетического рынка является ключевой в белорусском понимании интеграции с Российской Федерацией. неоднократно подчеркивали, в том числе и мной обозначалось в публичных выступлениях в разном статусе, что Минск не требует для себя неких льгот, преференций, особых условий и так далее. Зачастую некие преференциальные условия предлагаются нам российской стороной в ответ на наше предложение создать единый энергетический рынок с равнодоходными ценами на энергоресурс. Потому что в нашем понимании, и не только в нашем понимании классических подходов к интеграции, к созданию общего экономического пространства, в основе находится рынок энергоресурсов. Потому что мы говорим о равных правилах конкуренции, об общей экономике. И, естественно, в этой ситуации странно, когда в рамках некой общей экономики одни хозяйствующие субъекты имеют этот доступ по одной цене, а другие получают энергоресурсы по цене значительно выше. Это формирует конкурентные преимущества, что недопустимо, то есть искусственное конкурентное преимущество, что недопустимо в условиях общей экономики. То есть таким образом блокирует экономическую интеграцию. Вместе с тем, в отличие от прошлых лет, белорусская и российская страна, наверное, научились на ошибках, шероховатостях, которые у нас были. И существующие нерешенные вопросы, но не нерешаемые, подчеркну, мы не выносим в политическую плоскость. Мы продолжаем спокойную работу по формированию единого энергетического рынка. Наши российские союзники неоднократно откладывали этот вопрос в связи с неготовностью, допустим, хозяйствующих субъектов, газодобывающих монополий, их бенефициаров и так далее. Я не буду комментировать эти процессы. Просто отмечу, что мы ведем переговоры. Мы ведем переговоры. Вот ласточкой стало создание единого рынка электроэнергии. И, конечно же, несправедливо будет сказать, что эти переговоры с нулевой суммой. Очень многое сделано. Действительно, белорусская экономика конкурентно способна. Благодаря доступным ценам на российский энергоресурс, российский рынок является для нас ключевым. Мы создали совместный проект Белорусской атомной электростанции. Ведем речь о расширении наших энергогенерирующих мощностей с участием компании Росатом. Поэтому очень многое достигнуто. Очень многое еще предстоит сделать. Повторюсь, наша позиция остается неизменной. Нам нужен единый энергетический рынок как фундамент интеграции. Это позволит в перспективе существенно продвинуть наши экономические отношения. И по мнению Минска, в конечном счете, бенефициарами останемся как мы, так и наши российские партнеры. Да, какие-то, скажем так, сиюминутные доходы будут выпадать, но в стратегической перспективе все заработают. Если говорить языком западных эффективных менеджеров, так я сейчас скажу, это будет ситуация вин-вин, когда побеждают все. В нашем понимании формирование общего экономического пространства отвечает интересам союзного государства как наднационального проекта. Ну что ж, спасибо огромное. Кстати, еще одна тема. Золотовалютные резервы нашей страны, согласно официальным данным, увеличились в июле. Запасы после роста стоимости монетарного золота достигли 8 миллиардов 532 миллиона долларов. Об этом сообщили у нас в Национальном банке. Ну вот опять же, я бы хотел провести параллель. Информации достаточно много о том, что Китай скупает золото десятками тонн. Вот связаны ли вообще процессы, которые происходят в Китае, что скупается золото, растут золотовалютные резервы Беларуси. Ну и в целом, как мы видим, что сейчас идет такая додоларизация. Можно ли говорить об этом? Совершенно верно. Додоларизация идет. Это процесс, который начался не вчера. То есть абсолютно понятно, что Китайская Народная Республика, другие государства прекрасно осознают, что доллар США на сегодняшний день, да, является международным валютным платежным средством, но его устойчивость, его стабильность, его, скажем так, правоспособность, ну, обеспеченные явно недостаточно, если вообще можно говорить о том, что есть некая обеспеченность. Помимо примата веры в доллар и того, что мы привыкли, значит, именно в долларах совершать платежные сделки, ну и, кроме того, конечно, Соединенные Штаты Америки за десятилетия, прошедшие после завершения Второй мировой войны, существенно продвинулись с точки зрения контроля международной банковской системы. Вот, прямо скажем. Это один из элементов той глобальной гегемонии, к которой они стремились, которая, на мой взгляд, уже на сегодняшний день скорее является отыгранной историей. Вот, вместе с тем додоларизация идет, теми темпами, на которые объективно способна человечество. Вот, понятно, что доллар США вот прям с завтрашнего дня никуда не исчезнет. Вместе с тем мы видим совершенно нездоровые с точки зрения понимания логики экономического процесса события в Соединенных Штатах, когда постоянно повышается потолок государственного долга. Вот, когда совершенно непонятно, действительно, чем подкреплена национальная валюта, когда постоянно включается печатный станок, как говорил наш президент, вертолетные деньги. Вот, особенно в период пандемии, которые веером разбрасывались по миру, приводят к обесцениванию американской валюты, снижению верования. Ну и, кроме того, те санкции, которые вводят США, вот, против разных государств, совершенно отказывающихся подчиняться их воле, они наглядно демонстрируют всем, что необходимо создавать и альтернативные платежные системы, и переходить в торговых сделках на другие валюты, вот, и, естественно, накапливать национальное достояние в других активах, а не в долларах США. Вот, по этому пути идет Великий Китай, по этому пути движется Республика Беларусь. Но я здесь бы вот на чем акцентировал бы ваше внимание. На сегодняшний день у Беларуси, ну, для нашей страны достаточно солидные золотовалютные активы. Вот, мы знаем, чем подкреплена наша валюта. Доверие населения к национальной валюте в последние 10 лет существенно увеличилось. Грамотную монетарную политику ведет национальный банк. Вместе с тем, вот, с интересом для себя посмотрел в контексте 30-летнего юбилея Государственного секретаря Совета Безопасности интервью Виктора Владимировича Шеймана. Если мне не изменяет память, это вот такое подробное, первое, публичное выступление этого человека с момента его парламентской деятельности. Вот, соратник президента, выдающийся государственный деятель, дважды занимал должность госсекретаря Совета Безопасности, был генеральным прокурором нашей страны, возглавлял администрацию президента управления, делами президента, и до сих пор занимается, скажем так, весьма не специфическими, а достаточно закрытыми, стратегически значимыми белорусскими проектами в странах Дальней Дуги. Так вот, Шейман, вспоминая свою работу в государственном секретариате, говорил о том, что при посещении с президентом Национального банка, тогда руководителем был великий демократ Богданкевич, значит, золотовалютный запас нашей страны весил ровно 5 килограмм. Представляете, да, в какой точке мы находились и к чему мы в итоге пришли. Сейчас мы являемся и выглядим как довольно устойчивое во всех смыслах государство, и при этом оценивая процесс нашего государственного развития, ту эволюцию, которую проделала Беларусь за 30 суверенных лет. Ну, 30 лет института президента, вот это все. Во главе с президентом, понимаете, а мы не отделяем здесь, потому что, ну, плохо это, хорошо, там, пусть к этому относятся как угодно, но когда-то, да, из уст, кстати, человека, которого сложно назвать нашим другом, я услышал эту фразу, national state builder, то есть так его назвали американцы, да, то есть он создатель национального белорусского государства, белорусская государственная модель, это Александр Лукашенко. Мы с ним идем рука об руку, то есть суверенная Беларусь взрослеет вместе с нашим лидером, вот, и нашим национальным лидером. И вот та точка невозврата, в которой, казалось бы, мы находились, вот, мы действительно оттолкнулись от пропасти, мы не упали в нее, мы развились, и, повторюсь, важно оценивать это развитие еще под тем углом, что с 1997 года сильные мира сего, а в 90-х и в начале 2000-х гегемонию Америки, в отличие от настоящего момента, вряд ли бы кто-то решился оспаривать. Сильные мира сего обкладывали нас санкциями в начале 2000-х годов, Джордж Буш принял акт о демократии в Беларуси. Да, там, я прекрасно помню, как в офисе Международного республиканского института, International Republic Institute, IRI, значит, сенатор Маккейн, значит, демонстрировал футболки с именами свергнутых правителей в разных странах мира, значит, и там, где была Беларусь, Лукашенко, было написано, Вилби Дан будет сделано. Они не сомневались в том, что они провернут цветную революцию. В нашей стране установят здесь марионеточное правительство и, в принципе, поведут нас вот на заклание по пути тех государств, где вот эти империалисты одержали верх, не получилось. Вот, и мы сейчас уверенно смотрим в будущее. И сформировали золотой запас солидный. И, кстати, я граждан призываю, во всяком случае, я именно так. Оцениваю те или иные риски и колебания на валютном рынке, и я внимательно слежу за отечественным золотым запасом. Он стабилен на сегодняшний день, он увеличивается, это радостно. Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты с сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании с B.by на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. Ну и, конечно же, напоминаю, что в гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, советник, посланник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Шпаковский. Спасибо огромное, Александр, за емкий разговор. Ждем вас в буднях. Ну и, конечно же, до встречи завтра в это же время. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.